Сергей Олегович, конечно же, говорим о выборах в Соединенных Штатах Америки. Трамп уже заявил о своей победе и сказал, вот он, 47-й президент Соединенных Штатах Америки, а также он сказал, что больше никаких войн. Во время моей каденции я собираюсь остановить войны. Остановит ли Трамп войну в Украине и как тогда? Ну, во-первых, еще официальные результаты все-таки еще не закреплены. Мы не можем пока еще говорить, что Трамп, конечно, себя провозгласил уже, но вот на момент, когда мы с вами записываем, у него 267 голосов выборщиков, а нужно 270. Понятно, что с теми тенденциями, которые обозначены, там еще остается 5 или 6 штатов, где в основном красный цвет, розовый цвет, то есть он идет, лидирует в этих штатах, поэтому понятно, что он уже победит. Кстати, довольно много международных лидеров его уже начали поздравлять с победой, в том числе, кстати, президент Зеленский поздравил с победой, его поздравила Урсова фон дер Лайен, я не знаю, Орбан, Вучич, Макрон, премьер-министр Великобритании и так далее. То есть всем понятно, что Трамп выиграл. Вы знаете, прежде чем говорить про украинские дела и про войну, давайте поговорим про Америку сначала. Давайте. Значит, еще кроме Трампа выбирался, переизбирался частично Сенат и полностью Палата представителей. Вот этих результатов пока еще нет. Вернее, Сенат уже известен, что он будет республиканским. Там уже как минимум 51 место, то есть большинство уже в любом случае будет республиканское. Это для Трампа хорошо. Для нас это плохо. А вот Палата представителей еще имеется интрига, потому что там пока что есть некое превышение республиканцев, но есть еще не подсчитано довольно много, причем довольно много голубого вместо розового. То есть там, где преимущество имеется у демократов. И вот если Палата представителей станет синей, а не красной, то есть демократической, а не республиканской, вот это будет интересно, потому что тогда будет означать, что будет противовес власти Трампу. То есть, грубо говоря, не будет, ну так, в кавычках диктатуры, да, когда одна партия имеет преимущество во всех институтах государственной власти. Вот. И это для Америки было бы неплохо и для нас всех было бы неплохо, потому что это значит, что Трампу будет сложнее проводить законы через Палату представителей. Вот. А это значит, что на него будет возможность влияния, то есть будет возможность блокировки каких-то резких решений, которые он может принимать. Ну вот, это было бы неплохо. Для демократии было бы неплохо. Вот. Во всем остальном положительное то, что я вижу, это то, что у Трампа было констатировано подавляющее преимущество, то есть он быстро набирает голоса, и всем понятно, что это победа не по очкам, а это победа на кавычках. Вот. И это хорошо, потому что тогда это означает, что не будет никаких судебных процессов долгих, месячных, недельных по поводу того, что, а, вот вы не перечитали там вот здесь два голоса, здесь три голоса, еще что-то. Да, то есть понятно, что это победа, ну, заслуженная, как бы, да, это раз. Но остается главная проблема для Америки, что Америка все равно поделилась пополам по голосам тех, кто имеет право голоса. То есть, грубо говоря, половина Америки за Трампа, а вторая половина против Трампа. Но те люди, которые, вот если вы посмотрите на карту сейчас, электоральную, то получается, что вся карта красная, а синяя только на северо-восточном побережье, вот там от Бостона до Вашингтона, грубо говоря. То есть там, где сконцентрирована власть, деньги, медиа, я не знаю, и еще на крайнем западе, то есть Калифорния и все побережье западное. То есть там, где сконцентрирована хай-тек, технологии и так далее. И вот получается, что вот эта красная основная Америка, это то, что раньше называлось одноэтажной Америкой. То есть, грубо говоря, сельская Америка, Америка маленьких городов, Америка городишков, городишек, деревенек. Хотя в Штатах, в общем, трудно назвать это деревней, потому что деревня в нашем смысле, это прежде всего отсутствие асфальтированной дороги, вот такое деревня. Это даже не тип дома, это отсутствие асфальтированной дороги. Но в Украине асфальтированные дороги в деревнях, Сергей Олегович, прошу прощения. Я имею в виду для россиян, для российского взгляда, вот, потому что деревня – это вот такое место, куда трудно доехать. В Америке нет мест, в которые трудно доехать, потому что в Америке все, везде есть дороги. И есть некоторые места, в которых не асфальтируют, потому что их не надо асфальтировать, потому что там, где есть пустыня, там такая песчаная забетонированная дорога, что ее не надо асфальтировать. И плюс к тому же в Америке там, где нет асфальта, там есть внедорожники, которые могут вас привезти куда угодно. То есть в этом смысле Америка радикально отличается от России. И, кстати, Украина этим отличается от России. Украина отличается тем, что у нее черноземы, что у нее богатая плодородная земля, что у нее культура. Ну, в общем, в этой широкомасштабной войне мы все поняли, да, когда приезжают буряты и крадут у вас унитазы, то вот это вот и есть символ, самое главное отличие России от Украины. Вот, люди, которые приезжают и говорят, о, а у них оказываются дома, а у них оказываются там эти плоские экраны и унитазы, у них теплые туалеты. А у нас этого никогда нет, в смысле у бурятов, там, у якутов, там, и так далее, да, то есть они живут при минус 50, минус 60, и у них нет теплого туалета и унитаза. Вот, это вот многое говорит о Российской Федерации. Но мы вернемся к Америке. И вот в Америке получается, что поделилась Америка надвое, то есть вся такая основная большая Америка, но не обязательно там, где население, кстати. Население все-таки сконцентрировано в крупных городах и прежде всего вот как раз на восточном и на западном побережье. Вот, а вся остальная Америка такая полупустая ковбойская Америка, и вот там Трамп победил окончательно беспроводно, она вся красная. Вот, то есть если посмотреть на эту карту, то такое впечатление, что вот все-таки вся Америка за Трампа, и только вот высоколобые, интеллигентные, воспитанные, богатые, преуспевающие люди, они все против. Вот такая история получилась. Теперь вот вернемся к вашему вопросу о том, какой мир будет при Трампе и то, что он сказал. Вы знаете, как это не парадоксально, но когда вы имеете обнаглевших хамских диктаторов в Северной Корее, в Китае и в России, ну а также в Турции и там еще в нескольких странах, в Иране, Айетол, то в Америке лучше иметь сильного президента. И понятно, что демократы сильного президента почти никогда не давали. Они давали умненького, воспитанного, с хорошим чувством юмора Обаму, который был абсолютно слабым президентом, совершенно слабым президентом, президентом, который ничего не понимал в геополитических раскладах, он не понимал, что сила в геополитических раскладах – это главное. Что когда против вас государства, которые делают ставку на силу, то Америка должна быть сильной. И они должны это понимать. То есть вот Джо Байден, на самом деле, он пытался что-нибудь говорить, но вы знаете, это вот как на разборках в Петербургском дворе. Вы можете даже быть большим человеком, а там против вас стая шакалов. Но эта стая шакалов, она сразу понимает, вы крутой или не крутой. То есть вот в Российской Федерации это даже не обязательно сильный. Это вот крутой или не крутой. Потому что крутой может быть и слабый. Вот Путин на самом деле слабый человек, очень сомневающийся, слабый человек. Но он крутой, потому что у него комплекс неполноценностей, который заставляет его быть, по крайней мере, демонстрировать силу, демонстрировать всегда избыточную силу, избыточную уверенность в самом себе. Потому что именно потому, что он неуверенный человек, именно потому, что он слабый человек. Он не должен показать в этой стая шакалов вокруг него, что он на самом деле слабый и неуверенный. А Джо Байден показывал это. И, в общем, понятно, что Камала Харрис не смогла бы быть сильным президентом. Люди меняются, конечно. Власть меняет человека. То есть вполне возможно, что когда она въехала бы, например, в Белый дом, то она кардинально поменяла бы свой способ существования. У нее задатки есть, потому что при всем при том она лидер. Человек, который на сцене держится уверенно, у нее нет сомнений в этом деле. То есть она вполне себе, когда она знает, о чем она говорит, когда ей рассказали, как надо говорить, у нее сомнения возникают тогда, когда она что-то не знает. Но это нормально, кстати. Для этого существует аппарат, для этого существуют советники, для этого существуют институты власти, где там, где вы сомневаетесь, вы можете посоветоваться с кем-то. И вот Трамп в этом смысле совершенно иной человек, человек, который ставит только на свою силу. Его слабость в том, что он абсолютно не учитывает институты государственной власти. То есть он все ставит на самого себя. Он не учитывает даже мнения знающих экспертов, потому что он считает, что они все ему навязывают неправильное мнение, а у него одного только есть правильное мнение. Но в противостоянии с отмороженными диктаторами типа Путина и Си Цзиньпиня, такой склад людей, как Трамп, это то, что нужно Америке. Потому что у Америки на самом деле ресурсов больше, чем у Китая и Российской Федерации вместе взятых. Вот. И Америка в этом смысле, если она будет иметь во главе себя отмороженного человека, то она не будет делать то, прежде всего Российская Федерация, что она делала до сих пор. Потому что Путин всех ведь брал на понт, просто брал на понт. Он говорил, хамские, говорил, что я вот что хочу, то и ворочу. А теперь вдруг появилось, что есть хам гораздо больше, чем Путин на самом деле, потому что Трамп больше хам, чем Путин. Путин все-таки воспитанный чекист. Его учили, что надо там честь отдавать, вставать и говорить там, служу партии народу и так далее. Трампа этому не утили. И поэтому Трамп более отмороженный человек из подворотни. Он ведет себя как человек из подворотни, кстати, потому что родился он как раз в вполне себе состоятельной семье. Он родился то, что называется во Франции серебряной ложкой в рту. То есть ему папа сразу передал миллионное состояние, ему не надо было там ничего делать. Но у Трампа было сложное подростковое детство. Он был, так сказать, сложно переживал подростковый возраст, ругался и так далее. И был плохим учеником. И папа отдал его в военное училище, в академию. По-американски это называется военная академия, хотя это не академия в российском понимании этого слова и в украинском понимании этого слова. Это не академия генштаба. Это военная школа. И Трампа там научили ходить по строям, тоже говорить там есть сэ, сэ есть сэ, да, сэр есть, да, да, сэр. Но он, в принципе, такой человек, который сам себе голова, что называется. И, в общем, вот, так сказать, в этом смысле есть надежда, что его взаимоотношения, прежде всего, с Путиным, потому что Цзиньпинь нас меньше интересует, но нас вот с вами, да, нас интересует больше Путин. Вот. Есть надежда, что Трамп с Путиным будет себя вести не так, как Байден. Потому что Байден все-таки вела хвостом. Ну, понятно, что он был слабым человеком, потому что он начал хорошо. В 22-м году он сказал главную фразу, которая была великолепна. И он сказал, что мы дадим Украине все, что нужно для того, чтобы победить Российскую Федерацию. А потом он начал менять хвостом, и потом он изменил эту фразу. Он сказал, что не то, все, что нужно для того, чтобы победить Российскую Федерацию, а все, что мы сможем. А это радикально отличается. Потому что одно дело, все, что нужно Украине, значит, безразмерно. Вот столько, сколько надо, столько издадим. И столько времени, сколько нужно. А потом он стал говорить все, что сможем, что типа, извините, вот у нас там своя ситуация поменялась, у нас теперь проблемы, мы теперь можем вам дать в 10 раз меньше. И больше того, даже то, что мы можем вам дать в 10 раз меньше, мы будем это 8 месяцев обсуждать, голосовать это или не голосовать. Вот при Трампе такого быть не должно, то есть, либо он, если он решит что-то давать, то это дадут, а если он решит что-то не давать, то он об этом сразу скажет, он не будет вилять вот так, как Байден. То есть, он скажет, что я не буду ничего давать или там я буду давать ровно столько, сколько считаю нужно. В этом смысле он прямее человек, его легче просчитывать, прочитывать. Но он непредсказуемый человек, то есть, на самом деле, когда, ведь он чего говорил, я за 3 дня или за 24 часа прекращу войну. Вот теперь мы будем ждать, вот как он ее прекратит, потому что он будет теперь звонить Путину и скажет, что Путин, ты должен идти на переговоры. А Путин ему скажет, да пошел ты в жопу, грубо говоря, потому что Путин теперь тоже на понт должен Трампа взять, потому что Путин должен показать, что он не зависит от Трампа, что он сильнее Трампа. И вот здесь начнется самое сложное для Трампа, потому что он исходил из того, что Путина он своим, так сказать, авторитетом трампистским ему навяжет свою точку зрения, а Путину на самом деле очень сложно навязать точку зрения, потому что у Путина поехала голова, и Путин, хотя и совсем другого психотипа человек, у него своя точка зрения, которая единственная правильная. И тут встретятся два человека, у которых разные точки зрения, но каждый из которых им самим кажется правильным. И посмотрим, как это дело будет продолжаться. Мы не можем ничего предвосхищать, потому что Трамп абсолютно непредсказуемый человек, потому что он в этой ситуации может пойти на вербальное обострение, а может пойти и на невербальное обострение. И вот мы посмотрим, что из этого дела выйдет. Потому что публично лечь под Путина он не может. Хотя, видите, надо послушать точно, потому что очень важны до конца вот каждое слово того, что он сказал. Что если он сказал, не будет больше войн, то есть мы не начнем никакую новую войну. Это одно. А вот если не будет вообще войн, то это совсем другое. Потому что тогда надо прекращать все, независимо от того, кто там что победил, и где хорошая сторона, где нехорошая сторона. Ну, в общем, будем посмотреть, потому что пока что он, когда вот сегодня к вечеру будут окончательные результаты, или там завтра к утру, он будет объявлен президент-элект, то есть избранным президентом. И для него начнется трехмесячный переходный период, ноябрь, декабрь, январь, пока он не вступит в полномочия. Когда действующая администрация ему уже будет давать все секретные документы, которые положены президенту Соединенных Штатов Америки, но он еще не принимает никаких решений. Это, кстати, для Украины будет очень сложный период, потому что все, что вы сейчас согласовываете с администрацией президента Байдена, будет известно Трампу, и вот у президента Байдена он может еще как-то там секреты какие-то держать. Итог, сливы были, да, вот мы видели про Магавки, когда ему передали секретное приложение, и его слили в том, что в секретном приложении Украина просила Магавки. Вот, а если какая-то такая информация придет к Трампу, то он все будет озвучивать, ему без разницы, у него теперь иммунитет президентский. Вот, то есть все, что он может говорить, все, что угодно, он может раскрывать любые государственные секреты. Никаких проблем не будет, потому что импичмент устроить будет трудно, потому что в Сенате большинство. Посмотрим на палат представителей. Вот теперь вся интрига заключается в том, что вот в ближайшее время мы должны посмотреть, какой будет состав палат представителей, и если там будет большинство демократическое, то это будет хорошо. Вот так бы я ответил сейчас, на тот момент, когда мы с вами записываем эту передачу, что пока что можно по горячим средам из этого дела вынести. Сергей Олегович, да, я понимаю прекрасно, что события так развиваются стремительно, да, и сложно делать какие-то прогнозы, но тем не менее, скажите, пожалуйста, а расчет Путина, вот он какого был, именно на приход Трампа? И учитывая вот это вот заявление Медведева, который сказал, что если приходит Трамп, и если он намерен закончить быстро войну, то он намекал на объявление, что его ждет судьба Кеннеди. Как вы вот это все коррелируете? Вы знаете, я вообще-то считаю, что в Кремле реально хотели, чтобы вернулись демократы, потому что у демократов нет яиц, и Кремлю удобнее проводить гопническую политику с администрацией, у которых нет яиц. У Трампа они есть. И для Российской Федерации сейчас наступят сложные времена. И вот заявление Медведева, это то, о чем я говорил, это то, что сейчас нынешняя российская власть должна будет Трампу все равно доказывать, что она крутая, потому что если она это не докажет, то она, получится, ляжет под Америку, а ей это нельзя, потому что она же объявляет, что она воюет против Америки. Вот, теперь в угломе Америки Трамп, и пока она не убедится, что Трамп с ними, Трамп готов Америку положить под Россию, она не успокоится. А Трамп, я не уверен, что он захочет Америку класть под Россию. И в этом смысле для Путина, ну Медведев это вообще просто никто, но это человек, который озвучивает какие-то ночные кошмары, кошмары Путина. То есть, грубо говоря, это bad cop, это у них тактика такая, Медведев плохой мальчик, а Путин хороший мальчик. И для того, чтобы Путин, на самом деле, Путин преступник военный, но для того, чтобы он имел некий имидж и возможность действия как хороший мальчик, ему нужен очень плохой мальчик. Вот Медведев такой очень плохой мальчик, который всех пугает ядерными бомбами, вот и так далее. Но его никто не воспринимает по-настоящему всерьез. Несмотря даже на его официальные должности, вот его учитывают, но понимают игру, вот эту игру, bad boy, good boy. Посмотрим. Владимир Зеленский, когда поздравил Трампа с победой, он сказал, что он вспоминает их встречу в сентябре, когда они, собственно, оговаривали также и план победы, а также он сказал о том, что он ценит подход Трампа, мир через силу в глобальных вопросах и надеется, что именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. И он говорит, что мы надеемся, что мы вместе его воплотим в жизнь. Сергей Олегович, на чем, имеется в виду, здесь может играть Украина? Какие аргументы имеются в виду в плане сотрудничества с Трампом и его командой используют? Ну, во-первых, вы понимаете, что Украина здесь не субъект, а объект. Что Украина не имеет своего слова при приятии решений в СССР. Украина может только намекать, просить. Она не может требовать. Она может просить. Она может уговаривать. Она может приводить логические доводы. И Трамп специфический человек, то есть человек, который, у него есть, так сказать, своя форма принятия решений. И вот даже в этом поздравлении президент Зеленский уже проводит специальную операцию психологическую. Потому что понятно, что он играет на том, что Трамп должен быть сильным президентом во главе сильной Америки. Я думаю, что президент Зеленский, дипломатия украинская, военные украинские будут играть на том, что Трамп должен показывать силу. То есть, да, ты хочешь добиться мира, но для того, чтобы добиться мира, нужно быть сильнее. Нельзя быть слабее. То есть, грубо говоря, они будут играть на том, что ты не должен показать свою слабость перед Путиной. Нельзя показать слабость перед Путиной. Ты должен быть сильным перед Путиной. Вот тогда он будет тебя бояться, тогда он будет делать то, что надо. То есть, грубо говоря, они знают, что на этом психологии Трампа можно сыграть. То есть, если ему сказать, что ты ведешь себя как слабый человек, то Трам встанет на ДБ и скажет, какой я слабый человек. Смотрите, я большой, толстый, сильный, идиот, хам, я не слабый человек. И вот это возможность игры в Украине. Но вы сами понимаете, что принятие решений в Соединенных Штатах Америки – это прерогатива Соединенных Штатах Америки. Что они захотят, то они и сделают. И в любом случае, вот у меня накануне там был разговор с Василием Головановым, я ему говорил, что, он меня спрашивал, а что лучше для Украины? Я ему ответил, что это вопрос, не надо так ставить вопрос, что лучше, что хуже. В любом случае, в Украине надо будет работать с тем президентом, кого выберет Соединенные Штаты Америки, который выберет народ Соединенных Штатов Америки. Надо будет подстраиваться под того президента. Вот сейчас всем понятно, что надо будет подстраиваться под Трампом. Это может быть даже немножко легче для Украины, потому что Трампом, Трамп, мы знаем, кто он такой, мы его давно знаем. Харрис мы не знаем, на самом деле. Харрис – это была абсолютно темная лошадка, потому что она никогда не была в положении первой леди, первого человека, первого главного лица действующего, главного лица принимающего решения. И вот с ней в этом смысле было очень много неопределенностей, потому что совершенно непонятно было, что она будет делать, как она будет делать, как она будет работать, на что ей давить и так далее. Вот с вами все понятно, куда давить, как давить. И вот в этом даже поздравлении президента Зеленского уже это видно, что надо давить на то, что Трамп сильный, Трамп умный, Трамп великий, Трамп великий и ужасный, который может застать, влесать под свою дудку, ведь мир, в том числе, приз. И вот на это будет давить, конечно, Украина и Европа. Сергей Олегович, я уточню все-таки, если позволить, остановка войны за 24 часа, она, в принципе, возможна? В принципе, нет, невозможно, потому что войны так не останавливают. Потому что война, даже если вот обе стороны решили бы, что все нормально, можно остановить огонь, вот можно остановить боевые действия за 24 часа. Да, это можно, когда оба начальника генеральных штабов отдают приказ всем войскам остановить действие. Но даже это еще не значит, что это прекратится, потому что мы это видели в 45-м году, еще были какие-то Гитлер-Юлинг, какие-то части, которые аж до июля месяца 45-го года еще там стреляли. Вот, то есть, грубо говоря, отдать приказ не значит, что его выполнят сразу все, и прямо за 24 часа. Вот это можно сделать, в принципе, потенциально. А остановить войну, это ведь дальше надо будет решать, что куда, кто как отходит, кто чего, как разграничение, как мы признаем ту ситуацию, которая сложилась на момент прекращения боевых действий, и что дальше мы делаем. Вот это, конечно, за 24 часа сделать нельзя, потому что это слишком сложный процесс. Вот, Трамп в этом смысле, он, ну, как сказать, это его не волнует, потому что даже когда был он начальник нового бизнеса, он говорит, вот я принимаю решение, да, и я его объявляю за 24 часа. А дальше, вот у меня есть менеджеры, адвокаты, вот они теперь будут там неделями писать какие-то бумажки, согласовывать что-то там, да, это меня, меня, как главнокомандующего уже не волнует, потому что я принял стратегическое решение. А оперативное решение, тактическое решение, это уже не мое дело как-то. Это не мой уровень. Вот, и вот это слабая сторона Трампа, потому что он не понимает, что вот институты есть власти, есть какая-то, есть объективная реальность, и есть, кстати, люди, которые находятся против него, то есть он исходит из того, что он всегда побеждает и всегда убеждает людей или навязывает свою точку зрения. А вот если вдруг эта точка зрения не навязывается кому-то, да, то дальше он либо начинает воевать, либо сливается. И, кстати, чаще сливается. Потому что вспомните, как у него были переговоры с Ким Чен Ыном первым. Он сначала говорил, «Рокетмен, я там, это самое, нажму кнопку, и у всех ничто». Потом говорит, «Я с ним могу встретиться, и он все поймет». Потом они встретились, ни о чем никогда говорили. И больше Трамп по поводу Северной Кореи ничего не говорил. Вообще ничего не делал. Потому что он понял, что убедить Ким Чен Ына он не смог. А это значит, он проиграл. А Трамп не признает никаких проигрышей. И он сделал вид, что он победил. И типа, а теперь у нас проблем нет. А проблем как нет? Она как была проблема Северной Кореи, так и осталась проблема Северной Кореи. Да, конечно, Северная Корея там не нажала на никакую ядерную кнопку. Но она продолжает клепать ядерные ракеты, она продолжает ядерные бомбы, она продолжает клепать ракеты, она продолжает свои угрозы войной Южной Кореи и так далее. То есть сам здесь ничего не решил на самом деле. И вот это проблема в том, что он даже тогда, когда он проиграет реально переговоры, он объявит себя победителем. Потому что он всегда объявляет себя победителем. Это у него такая фишка такая. Потому что надо всегда сказать, что я выиграл. Вот, но Путин ведь, Трампу Путин может сказать очень простую вещь, вот смотри, дорогуша, ты сейчас вот пришел второй раз там на свои четыре года, я здесь сижу с 2000 года, и вот когда тебя не будет, а я еще здесь буду сидеть еще в следующие там 8 лет, и поэтому плевать я на тебя хотел. Мне, если вот у нас с тобой не получится какого-нибудь там договоренности, то я могу тебя просто пересидеть просто, я могу подождать до 2038 года, 2028 года, ты уйдешь, а у меня еще, вот у меня законный срок до 30-го, у тебя до 28-го, а у меня до 30-го. И тебе больше пересидеться нельзя, а мне можно еще пересидеться еще потом на 6 лет до 36-го. То есть, грубо говоря, Путин будет брать Трампа на порт и показывать ему, что Трамп дерьмо собачье, он демократ. И вот будет интересно, как на это Трамп будет реагировать. Предусмотреть это, как он будет реагировать, нельзя. Сергей Олегович, скажите, пожалуйста, вот интрига, да, вот позвонит Трамп Путину, имеется в виду, будет ли это, в принципе, этот звонок, как вы считаете, и какую роль здесь играет? Позвонит он сначала Владимиру Зеленскому или Путину? Здесь играет роль этот первый звонок? Потому что здесь нужно понимать, что Украина и Владимир Зеленский для Трампа не являются объектом, субъектом. То есть, субъект Путин и субъект Трамп, Америка и Россия будут решать судьбу Украины, которая не является субъектом. Вот для Путина у Украины нет субъектности и нет, так сказать, ее суверенитета. И для Трампа тоже нет суверенитета у Украины. Вот в этом проблема основная для Украины, что оба человека одинаково рассматривают Украину как объект, а не как субъект. Скажите, пожалуйста, можем ли мы констатировать относительно финансовой помощи Украине? Да, Конгресс уже получили республиканцы, но тем не менее, там есть такие, которые выступают за помощь Украине и жестко критиковали администрацию Байдена, требовали план победы, каким образом администрация Байдена видит именно победу Украины. Тем не менее, мы помним все эти заявления Джи Ди Уэста, кроме этого и сына Трампа. Да, вот имеется в виду, что все-таки то, что касается именно вопросов выделения финансовой помощи Украине, она здесь уменьшится, прекратится, вот такие ваши ожидания. Неизвестно, не знаю ничего. То, что проголосовано, проголосовано. Но то, что не проголосовано и то, что не внесено в финансовый бюджет Соединенных Штатов Америки, это все прерогатива Трампа. Но я вам должен напомнить, что Трамп официально занимает свою должность 20 или 21 января. То есть вот сейчас в действующей администрации Байдена может создаться такой момент, когда они поймут, что терять уже нечего, все, проиграли. Причем проиграли они сами по собственной вине, потому что все, что они, их проигрыш, это их проигрыш по собственной вине. Потому что если бы они сразу выставили сильную кандидатуру, то, может быть, они бы и выиграли. Но поскольку они выставляли Байдена, старенького дедушку, у которого проблемы с памятью, то они проиграли все это дело. И Камала Харриса, у нее, на самом деле, у нее нет проигрыша. То есть она достойно проиграла. Она всегда может сказать, да, ребята, посмотрите, на последние три месяца я вступила в гонку. И думали, что вообще разгром будет. А разгром, в общем, нет. Потому что там 48 на 52 есть по голосам и так далее и тому подобное. Я выиграл даже три сомневающихся штата. То есть, в принципе, она вполне себе достойно проиграла. На самом деле, в этом смысле она не будет краснеть. И, кстати, она в этом смысле будет довольно сильным кандидатом на следующий президентский выбор. Потому что у нее теперь есть опыт президентской компании. Но вот дальше мы не знаем, как все это дело будет. Но вот сейчас у действующей администрации есть три месяца, когда она может сказать, ага, у нас пока еще есть рычаги власти. Правда, у нас теперь уже нет Сената. И у нас еще неизвестно, будет ли палата представителей. Вот если будет палата представителей, то она сможет еще провести какие-то решения до того, как Трамп зайдет в овальный кабинет. Причем она, ну, я вам напомню, что вот в предыдущей ситуации Обама, хитренький Обама, такой слабенький, но хитренький и умненький Обама в свое время сделал так, что он Трампу подстроил такую ловушку, из которой Трамп не смог выбраться. То есть, грубо говоря, он выгнал 35 шпионов российских из Америки, испортил таким образом дипломатические отношения с Америкой. Но таким способом, что Трамп помириться не смог и не смог официально. То есть, он не смог сказать, что Обама был дурак, он выбрал не шпионов, выгнал не шпионов. Давайте всех этих людей вернем обратно и помиримся с Российской Федерацией. Потому что ими тут же в Штатах сказали, что ты дурак, что ли? Обама выгнал шпионов, а ты русских шпионов возвращаешь обратно? То есть, Трамп не смог отменить решение Обамы, потому что это русские шпионы. Вот Байден может сейчас принять решение, выгнать из Вашингтона, из тех консультов Российской Федерации 150 человек шпионов. Там есть реальные шпионы. В Нью-Йорке, в Вашингтоне есть 150 шпионов российских. Вот если он выгонит их, то Трамп что будет делать с Путиным потом? Он будет говорить, да, Володя, давай присылай ко мне обратно своих российских шпионов. Там же есть общественное мнение. Там же есть газеты, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон, Форд, Форд Стрит Джорнл, которые будут писать. А вот там Трамп будет обратно возвращать всех российских шпионов. Трамп российский шпион. То есть, на самом деле, у Байдена еще сейчас есть три месяца, чтобы изгадить все четыре года Трампу, пока что они имеют рычаги государственной войны. Продолжение следует...